Наталья Ивановна за день тысячу раз слышит слово «мама». Так называют воспитательницу малыши Попенского дома ребёнка. Она знает каждого малыша и его историю. Маленькая Аня маму почти не помнит, и теперь именно воспитательница стала ей заменой. Она играет в семью и заботится о своей игрушке так, как хотела бы, чтобы заботилась о ней мама. Это Ваталина. Я с ней играю, уложу я спать, готовлю. Я играю в посудке, ночью рассказываю сказки. Я ей делаю прически, я ее переодеваю. Заплетаю ее, отнимаю. Хочу в снег гулять. Сегодня здесь воспитывается 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Слово «мама» у них одно на всех, как и одни на всех игрушки, книжки и раскраски. Очень часто именно таких обычных вещей детям и не хватает. Помогают неравнодушные. На этот раз студенты Рыбинского филиала Госуниверситета. Ежегодно они проводят благотворительные концерты и ярмарки. Сегодня молодые люди собрались, чтобы общими усилиями исполнить мечту детей о новогоднем чуде и подарках. Деньги именно с этого концерта пойдут на утренники, на новогодние праздники. Будут покупаться новогодние игрушки, ну и сами мероприятия будут проводить студенты на Новый год. Нас часто посещают благотворительные гости, привозят детям подарки, угощения, сладости. Дети всегда рады гостям, всегда восхищаются, всегда любят, конечно, внимание. Участвуют, показывают свои какие-то номера концертные, с удовольствием смотрят, когда им привозят какие-то концертные номера. Чтобы делать добрые дела, не обязательно ждать больших возможностей и удобного случая. Можно начать с малого и сделать счастливым хотя бы одного ребенка. Так считают студенты ПГУ. И голос их сердца был услышан всеми зрителями в зале молодежного центра.